В этом районе города ливневой канализации вообще никогда не было. Жители до сих пор не могут поверить, что в сильный ливень они смогут наконец забыть о спасении имущества. Улица Терешкова во время обильных осадков превращается в большое озеро. Горожанам весной и осенью не до романтики. Впору хоть резиновые лодки покупать. Все это навсегда останется в прошлом, уверяют городские власти. В Шымкенте полным ходом идет работа по прокладке новой ирригационной системы. Во время сильного дождя вода скапливалась у меня во дворе, так как мой дом находится в низине. Уровень воды поднимался вон до этого окна. Надеюсь, что после того, как ирригация будет проложена, подобного ужаса не повторится. Нашу улицу потапливала и весной, и зимой, и осенью. Как начнется даже небольшой дождик, все, готовь ведра и вычерпывай воду со двора. Было невыносимо. Надеемся, что подрядчики сделают свою работу как следует, и вода больше не будет подбираться к нашим домам так близко. Работы по прокладке новой ирригационной системы ведутся с учетом градуса наклона лотков. Уклон идет на 10 лотков, мы даем около 10 сантиметров по сантиметру, чтобы вода не останавливалась, переходила. Поток воды хорошо шел, чтобы не затапливало дома. Уклон, думаю, очень хороший пошел здесь. У нас гео-здис есть, простреливает каждые 10 лотков и идем, работу ведем. Работы по прокладке лотков сегодня ведутся не только на улице Терешковой. Сразу на 10 городских улицах, которые ранее не имели ирригационную систему, появится ливневка. Выделено более 169 миллионов тенге. Ведется и замена старой городской системы водооттока на центральных улицах города. В этом году на строительство, замену и ремонт ирригационной системы города из бюджета было предусмотрено 527 миллионов тенге. Из них 141 миллионов тенге предназначены для поддержания исправного технического состояния лотков и очистки местных водоемов. На восстановление и установку новой ирригационной системы в четырех районах было выделено 169 миллионов тенге. Оставшиеся 216 миллионов тенге предусмотрены на замену старой ирригационной системы в центральной части Шимкента. Все работы по замене и строительству ирригационной системы будут завершены до октября месяца. Бахром Абдулаев, Бауржан Жусипов, Ербулат Султаев, информационная служба телекомпании Утрар.